И снова здравствуйте, всем привет! Итак, тут вопрос, значит, по новому Рига Кару, вот этот аддон. Вроде автор показывает, что он его обновил, но у меня с ним, как говорится, не заладилось, да? Старый аддон, значит, он работал, 2.91, 2.93, всё нормально, у меня ролики по нему есть. Здесь вроде бы он как обновлён, и давайте посмотрим, что может дать нам этот аддон. В принципе, может быть, что-то я не так делаю, тогда вы меня в сообщении подкорректируете. Так, и ролики поглядел, ну, в принципе, так, сейчас мы аж отключим видимость вот этой земли. Так, сейчас я вот это всё дело выберу, опущу, значит, пониже, вот так вот. Привяжу SetOrigin, значит, это всё к курсору. Колёса, наверное, всё-таки я привяжу SetOrigin к геометрии. Потому что так, наверное, будет правильней. Так, выбираю это, так, 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 Object SetOrigin к геометрии. Здесь тоже выбираю к геометрии, можно к массе подвязать. И, значит, давайте вставлять rig. Значит, первым делом его нужно скачать, потом зайти в преференции и всё по старой схеме input найти, где этот аддон. Вот, вы его устанавливаете, install нажимаете. Он высвечивается у вас здесь в аддонах. Rigor Car, вот он, вы ставите галочку вот эту вот, всё вы её поставили, потом, значит, автосейв или сейв в преференции. Сохраняете и всё нормально. Так, теперь заходим в Add, арматура Car, находим деформация вот эта. Здесь в боковых панелях можно, значит, его корректировать. Так, сначала идёт у нас одно колесо. Так, мы его подставляем к нашему центру. Так, потом можно его чуть-чуть уменьшить, подогнать. Семёрка на нампаде. Сейчас я отключу, значит, вот этот внешний вид. На рентген перейду. Значит, так, теперь мы это всё корректируем, значит, к нашим колёсам. Вот так будет правильнее, наверное. Потом эти колёса тоже корректируем, значит, подгоняем к задним колёсам. Так, надеюсь, вам видно, да? Вот так вот. Подгоняем всё это дело к задним колёсам. Ставим тройка на нампаде. И, значит, стараемся попасть всё это дело в центр. Так. Смотрим. Так, так, так. Ну, вроде бы в центре. Так. Вот так будет правильнее, наверное. Так. Теперь ещё какие колёса подгадаем. Единственное, не нажимайте ни на корпус, ни на это. Потом можно, конечно, вернуть вот это окошко. Ролики по этой, значит, по заморочке это есть. Выложу в описании. Так, семёрка на нампаде. Ну, в принципе, всё привязано. Теперь, ну, в смысле, настроено. Теперь мы зайдём, выберем наш корпус. Опять же, видите, соскакивает вот эта штука in front. Когда вот эта, значит, настройка убирается. Выбираем корпус. Выбираем, значит, косточки. Заходим в post-mode. Выбираем косточку. Ctrl-P. Это будет бон. Следом, object-mode. Всё точно так же настраиваем. Выбираем колёса. Выбираем кости. Заходим в post-mode. Выбираем, значит, нужную нам косточку. Делаем Ctrl-P. Бон. Следом, что у нас получается. Опять же, повторяем ту же самую схему. Post-mode. Первая косточка. Ctrl-P. Бон. Семёрка на нампаде. Смотрим, чтобы это была она. Дальше, object-mode. Повторяем всё то же самое с этими же костями. Значит, с этими колёсами. Ctrl-P. Бон. И, значит, последний заход. Значит, опять же, кости. Post-mode. Выбираем косточку. Ctrl-P. Бон. Так, когда всё настроено. Тройка на нампаде. Выбираем наш вот этот риг. Заходим, значит, в Post-mode. Смотрим английское. Нажимаем. N панель. Мотаем. Крутим. Находим. Рига кар. Генерируем. И смотрите, что получается. Вот мы сейчас выбрали. Видите, колёса не движутся. Ctrl-Z. Мы выбираем, значит, верхнюю вот эту функцию. И теперь, смотрите. Всё, колёса поехали. Но когда всё это дело пристарапливается, приклеивается, значит, фоллоу патч или, значит, патч констрейн, то всё отказывается крутиться, отказывается ехать. Хотя, вот эта вот верхняя галочка добавлена. Значит, какой макар будет. Что показывает автор? Автор показывает, что нужно, так, если вот здесь вот мир, всё подключать. Коннект. Ну, давайте попробуем коннект. Всё это включить. Так. Всё, колёса работают шикарно. Вроде бы радость на душе. И можно это дело пускать по пути. Но. Заходим, значит, нужно ещё прописать вот эту штуку. Значит, на первом кадре. Вот я добавлено здесь первый. И ставим сотый кадр. Так, здесь у нас стоит сотый кадр. Нажимаем. Следом то же самое. Нажимаем на, значит, колёса. Всё у нас прописалось. Вроде бы всё должно работать. Но. Видите, полностью она не прописывается. Вот эта вот штука. Значит, это, как он показывает в постмод, здесь все они прописываются. Они прописываются в обжиг мод. И получается, теперь, если я повторю то же самое здесь, то здесь у меня сейчас должна пройти прописка. Так, видите, тоже не проходит. Ну. Что получается? Если с этой галочкой ставить, ещё раз попробуем. Вроде бы всё двигается, всё дёргается, да? Так, теперь зайдём опять же в постмод. Попробуем. Может быть, тут эта штука сработает. Так, сотый, сотый. И через раз всё это дело работает. А ну-ка, если я на последний... Сейчас, если всё это дело удалить, делить английское А, всё выберем. Так. Ставим сотый кадр. И здесь тоже ставим сотый кадр. Вот только такая штука прописывается, да? Должна прописаться полностью зелёным. Так. Ну ладно. Попробуем сейчас сначала... Вот видите, уже перестала двигаться. Отключается вот эта функция. Всё. С этой функцией всё работает. Это версия 3.6. Значит, заходим в Object Mode. Сейчас на этой вариации посмотрим. Может, правда, и получится. Значит, выбираем первый вариант. Значит, выбираем в нашей кости. И, значит, Constray, Follow Patch. Включаем. Включаем, значит, нашу вот эту кривую. И поворачиваем YZ. Follow этот курсор. Включаем. Всё. Вроде бы она стала. Всё нормально. Всё зашибись. Это, значит, 0 на нампаде. Я поставил специально камеру колесу. И вы видите, что ни шиша не работает. Даже включенный WELLS ON. У него включена ещё вот эта функция. Но с этой функцией вообще перестаёт что-либо работать. Если поменять оси, ну это... Без разницы. Z, Y. Y, Z. Так. Y, Z. Вот по Y, Z. Она вся эта штука стоит. Так, если здесь сейчас попробуем всё это дело прописать. Вот она прописалась. Здравствуйте, Новый год. Но прописка-то прошла. Включая вот этот. Что-то дёргания какие-то происходят. Но колёса отказываются, значит, крутиться. Так. Y, Z. Минус Y, Z. Ставим. Без разницы. Так. Показывает, что дорога уже анимирована. Так. Если follow курсор отключить, включить вот эту штуку. Ну, маленькие, видите, дёргания происходят колеса. Колёса отказываются, значит, работать. Так. Что ещё можно посмотреть? Если всё это мы поставим на первый кадр, значит, удалим follow патч и сделаем стройку на нампаде по старой схеме. Выберем нашу вот эту вот, значит, наш риг, выберем через shift, нашу вот эту дорогу. Так. Теперь сделаем control P и сделаем patch constraint. Follow patch. Вот если... Вот так его добавить. Ну, давайте так попробуем добавить. Вот я тогда выбираю риг и, в принципе, я его здесь... Так. Где он должен? Car rig. Вот он. Значит, ротация, коллекция. Ноль на нампаде. И видите, что даже если так присторопить, он и так не работает. Ну, только нет настройки, где этот constraint теперь. Он тут, но он, видите, не появился. Так. А ну-ка. Кривая. Поставим frames 100 кадров. Попробуем сейчас, значит, минимум, максимум, резолюция, smooth, smooth. Так. А ну-ка. А ну-ка. Попробуем теперь просто на эту штуку выбрать. Так. Альт-пи. Follow patch отсоединяем. И, значит, выбираем наш вот эту штуку. Rig. И находим constrain. И попробуем здесь по low patch так настроить. Теперь раз. Ставим на первый кадр. YZ 0. Всё. Он опять едет. Вроде бы всё у него, как и в этом, прописано. Так. Опять тут чуть-чуть дёрганье. Других настроек я не вижу. Patch factory. Ну, давайте поиграем. 0. 0. Давайте единицу поставим. Ладно. Попробуем единицу. Без разницы. 0.5. 0.5. Никаких продвижений. Ладно. Ставим follow patch YZ. Попробуем прописать даже вот эту штуку. Значит. Поставим её на единицу. И пропишем в конце. Здесь поставим ноль. Пропишем. Дёрганье идут ковеса, но он не хочет работать. Так. Если на последнюю поставим и заново всё это дело в object mode пропишем. Так. Если мы это всё удалим. Прописку, да. Зайдём. Post mode. Выберем вот так. Тройка на нампаде. Так. Куда он убежал у нас, этот аппарат? Английская. А. И. Так. Так. Давайте look at custom properties. Ладно уже. И значит на последнем поставим. Теперь ставим на первый кадр. Backface 100 кадров. Всё прописался. Теперь. Значит ноль на нампаде. Смотрим. Такая же ситуация. В принципе. В 3.6 может быть. В 3.0 он работает. Да. Ну значит. Ну здесь уже настройки более такие. Там вибрация. Там ещё что-то. Так. Ну никак я условно не могу привязать к этой значит кривой. Так. Хотя система хорошая. Показывает в ролике, что он исправлен уже этот значит рик. И он в принципе должен работать. Ну. Может быть что-то с машиной. Но в принципе я вот настраиваю. Если колёса крутятся к машине. Она пристаропилась. Ну тогда. Вот сейчас выбираем. Допустим. По смогу. Вот вот этот рик. Видите. Колёса всё крутятся. Всё зашибись. Поворачиваются. Даже есть. Работает вот эта. Вот. Амортизация. Да. Если мы R. Сейчас будем её. Назад тянуть вверх. Видите. Корпус работает. Всё можно снять хорошо. Всё должно было. Казалось бы. Всё. Вот. Нормально. Да. Но не тут-то было. Да. Теперь. Значит. Пробуем. Заходим в Object Mode. Находим нашу вот эту. штуку. Зайдём. Значит. Через shift. Попробуем такой вариант. В Edit Mode. И сделаем Ctrl-P. Так. Это здесь уже не прокатывает. В Post Mode. С этой ягоднёй мы не можем попасть. Только если путь выберем. Выберем. Через shift. Наш вот эту. Наш риг. Зайдём. Конечно же. Да. И теперь. Constrain. Добавим. Допустим. Что у нас тут есть ещё? Pivot. Pivot. Limit. По low patch. Ну давайте. Ладно. На него. YZ. По low patch. По новой. Да. 0 на нампаде. 60 как у латыша. В принципе. Если съёмка будет сзади. То в принципе. По барабану. Где там что крутится. Этого видно не будет. Достаточно будет. Добавить какие-то тряски. Какие-то повороты. Уж в принципе. В GTA. Вот это. Need for Speed. Я уже в роликах показывал. Здесь вообще. Заместо колёс. Стоят картинки. И весь вид идёт сзади. Сверху. Там что колёса. В принципе. У машины не видно. Единственное. Что когда машина поворачивает резко. Там уже вроде бы как ролик. Включается камера. И какой-то кусок уже это дело показывает. Но это другой вопрос. Как это всё дело работает. В принципе там всё видно. Что ещё попробуем. Так. Вернёмся на первый кадр. Вот. Если сейчас выбрать. Значит нашу камеру. Так. Вот это. Закроем. Найдём. Где она тут у меня камера. Сделаем ноль на нампаде. Shift F. Отбежим. Отъедем. Чуть-чуть значит приподнимемся. Отскочим. Выберем какой-то ракурс. Ну допустим вот этот. Всё. Она привязана к машине. Через Shift. Ctrl P. Это значит Object. И всё. Она следует за машиной. Можно ещё прописывать камеру. Чтоб она ближе и дальше отходила. Но это уже есть аддон для этого. Для тряски. Для всей. Я уже тоже о нём показывал. И получается. Если сейчас мы вот поехали. Вроде бы чё. Нормально мы едем. Да. Ну. Хреновато. Мы едем. Чё там говорить. Всё как-то. Даже если. Где мы сейчас находимся. Alt H. Включим. Вот такой внешний вид. Чуть-чуть дорога проваливается. Ну. На это пока не смотрим. Сейчас включим текстурки. И всё. Вы видите. Что нету заносов. Она тупо идёт по кривой. Но это не интересно. Это тупо не интересно. Давайте попробуем. Раз такая ситуация уже появилась. Получилось. Как это дело можно обыграть. Да. Машина нормально. Всё. Камера привязана. Да. Геморно будет. Но. В принципе можно сделать нормальную анимашку. Давайте попробуем. Первый раз буду такое пробовать. Так. Где она тут у меня вернулась. Большое расстояние. Значит. Наших вот этих. Значит. Трека. Если сейчас мы вот это всё удалим. Вот этот путь. Делит. И оставим только рик. С машиной. Так. Что можно сделать. Первое что мы делаем. Это. Выбираем камеру. Люблю я вот эти косяки исправлять. Это шиздец какой-то. Тройка на нампаде. Небо пока. Отключим. Отключим. Аж вот эту нашу штуку. Землю. Теперь. Возьмём. Выберем камеру. Shift F. И. Поставим её. Вот в такой вот вид. Чтобы когда машина будет ехать. Мы могли контролировать уровень земли. Ну. Где-то вот так. Да. Потом поставим по другому. И попробуем прописать. Значит. Повороты. Так. Семёрка на нампаде. Альт. Аж. Возвращаем нашу вот эту штуку. Что-то у меня тут. Даже с этой землёй. Значит. Повёл вот этот риг. Так. А ну-ка. Если мы его. Выберем риг. И за. Ну. Колёса крутятся. Всё нормально. Ладно. Ладно. Так. Не будем экспериментировать. Зайдём теперь. В POS. Мод. Колёса. Главное. Что крутятся. Ну. На моём. На моём. Риге. На. Которую я делал. Под постоянную прокрутку колеса. То же самое. Всё это дело было. За исключением. Что не было. Так. Аж. Ну. Вот этой вибрации. значит колёс. Так. Мы вот это всё дело поднимем. Ноль на нампаде. Ну. Вроде бы нормально. Пропишем. И. Значит. Лог. Рот. На первом кадре. Н. Панель. Включим вот эту штуку. Не знаю. Будет она прописываться. Нет. И. Значит. Что. Выбираем нижнюю площадку. Семёрка на нампаде. Отведём вверх. И попробуем. Здесь вот будет. Тоже неудобство. Значит. Лучше использовать. Наверное. Вот этот транспоз. Значит. Вот. Ставим на десятый. Будем по 10 кадров писать. Ставим на десятый кадр. Чуть-чуть. Значит. Перекручиваем. А. И. Лог. Рот. Ставим. Теперь. На двадцатый кадр. Тут. Смотрим. Чтобы. Теперь. Она. Ползуна. Не гоняла. И. Так. А. И. Лог. Рот. На тридцатый кадр. Конечно. Да. Этот. Вариант. Чуть-чуть. Заёжися. Но. В принципе. Можно снять. Неплохую. Вот эту анимашку. Здесь. В принципе. Раз. Ровная полоса. Ну. Давайте. До 50 кадра. Протащим. Протащим. Значит. Сюда. Здесь. Уже. Можно. Сделать. Анимацию. Поворота. А. И. Лог. Рот. Так. Теперь. Смоем. Ноль. На нампаде. Видите. Машина. Западает. Значит. Нужно. Ее поднимать. Так. Чуть-чуть. Значит. Поднимаем. Повыше. Здесь. Чуть-чуть. Значит. Ее. Болтыханку добавить. А. И. Лог. Рот. Так. Смотрим. Здесь. Она вроде бы нормально идет. И смотрим. Вот они крутятся колеса. Но опять же. Как крутятся. Да. Это ужас. Как они крутятся. Так. Может при рендере они будут и нормально. Значит. Крутиться. Но. Что-то мне вот это не нравится. Так. А если мы удалим его. Вот эти кручения анимацией. И посмотрим. Что у нас получилось. Ну вот косяк в чем. Что видно вот эти между кадрами. Колеса не поймут. Сколько им нужно было крутиться. Вот скорее всего вот этот косяк. Так. Ну ладно. Теперь что еще хочется посмотреть. Вернемся на первый кадр. Ноль на нампаде. Так. И если взять и удалить вот эти колеса. И настроить их просто тупо. Как я вот настраивал на постоянное кручение. Да. Ну в принципе будет лучше. Поворотник. Я показывал как можно установить. Вот эту вибрацию. Но это не проблема. Добавляем дополнительную косточку. Привязываем ее к центральной. И вот эту косточку просто тупо будем вводить. И она будет у нас на этой косточке реагировать. Если будем опускать ее. Вот видите. Все то же самое можно сделать. По этой косточке. Вот по отдельной. Я уже тоже показывал. Как с персонажами можно значит действовать. И получается. Вроде бы все нормально. Все настроено. Ну проще тогда сделать свой рик. Который я показывал в предыдущих роликах. Ссылку оставлю в описании. Как сделать полностью свой рик. Если кому-то интересно. Ну проще. Если это гонка. Нам просто нужно. Чтобы вот эти колеса постоянно вращались. Да. Не сбивались. Не крутились. Ну а поворот колес. Ну вот эти косточки. В прошлом значит ролике я показывал. Как вот это настраивается. Штука. Единственное что нужно отрегулировать. Чтобы они потом не дребезжали. И не болтыхались. И ничего тут такого в принципе нет. Для анимации корпус у нас допустим отдельный. Мы можем делать заносы. Заносы не проблема. Самому можно прописать. Выбираем допустим вот эту центральную косточку. Так. Вот эту центральную. Вот мы ее чуть приподняли. Чуть-чуть отрегулировали уровень земли. Вот. И потом когда он за ворот зашел. Поворот. Можно скольжение так прописать. Вот допустим давайте вот так вот удалим. Покадровку. Delete. Прописываем значит первый кадр. И пускай он здесь значит зайдет в занос. Выберем значит полностью вот этот RIG. Отведем его значит вот сюда. Здесь чуть-чуть значит раз он пошел. Прописываем A и локрот. И значит здесь он уже G полностью заносится. Здесь он уже. Так это на десятом кадре. G. Подставляем R. Значит здесь он уже более-менее выравнивается. Так пусть дальше зайдет. Вот сюда. И так A и локрот. Так вот эти я тоже не удалил. Не беда. Так. Откорректируем на пятом. Чтобы он не зацеплял значит наши вот эти асфальты. Асфальты чуть-чуть можно его еще где-то значит подкорректировать, подкрутить. Значит A и локрот. Так. На первый кадр. Тут чуть-чуть значит он еще пускай семерка на нампаде более-менее такой равноватый заходит. Так. 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 Вот этот первый кадр G. Так. Поворот у него хороший, но сверху вот я значит не посмотрел. Чуть-чуть уводим сюда. Здесь он уже должен пройти чуть-чуть вперед. Чисто прописываем площадку. Потом он уходит значит вперед только чуть-чуть с отклонением. Здесь у нас поворачиваются колеса. Давайте пропишем колеса. Так. Где там остались эти колеса? Вот тут короче хрень такая начинается, поэтому нужно прописывать одну площадку. Вот эту надо отключить. Ну, а потом ее корректируем по земле, само собой, да? Выравниваем там, подгадываем. Да, заежисно вот это вот все делать. Но, когда все это дело сделается, это будет шестьдец как красиво. Вот раз там допустим. Просто подгадаться по земле. Ну, и тут само собой так вот привязка у нее идет как-то хреново. Нужно все перевязывать. Это шестьдец какой-то. Так. Колеса он поворачивает. А, и локрот. И здесь вот уровень земли на ловить. Это уже через 2-3 камеры нужно снимать. Тогда будет удобней. Так. Дальше он уходит у нас вперед. Ну, само собой, где-то пригибается. На колеса пока не смотрим. Здесь вот, когда он прошел, семерка на нампаде, у него должно занести чуть-чуть задницу. в эту сторону, да. Потом он проходит вперед. Это уже будет на 20-м кадре. Писать по 10 кадров. Ну, чтобы быстрее было, можно по 5. Ну, а потом чуть-чуть, чтобы не было скольжения. Хотя тут скольжение даже присутствуется. Вот раз. И на 30-м кадре он дальше уходит. Вот здесь у него получается торможение. Почему? Потому что, видите, у нас получается ближняя точка. Вот раз. Здесь он должен уже проскочить дальше. Вот сюда. Здесь у него уже должны выровняться колеса. Ну, само собой, да. И вот так вот прописываем полностью. Если 0 на нампаде, поставим, что у нас получается. Здесь уже проводится корректировка даже по земле. Как раз там. Здесь уже он слишком низко зашел в землю. Здесь бугор. Вот у него прикольный вид, какой он, значит, заходит в занос. Так, ну, на колеса пока не смоем. Поднимаем его опять выше уровня земли. Ну, чтобы колеса были на асфальте. Ну, нормально, что. Дребезжание добавляем. Допустим, на каком кадре? Вот на этом, да? Так. Так. Здесь можно добавлять, значит, вот эти вот скольжения какие-нибудь. Потом перекрутка, значит, нашей площадки. Всей машины. Вот раз. Ну, лучше настроить на 3D-геометрию, наверное. Что-то он тут как-то хреновасто. А, и локрот. Вот. И получается, проверяем. Раз. Вот он пошел, пошел. Ну, здесь можно так вот этот кадр G соединить. Так. Здесь можно, значит, чуть его вбок отвести. Уже красиво заходит. Да, это будет геморрно. Но зато можно потом, прописав одну машину, дописывать вторую. Добавлять пыль с-под колес. Ну, или искать исправление, как это все дело, привязать, значит, к нашей вот этой, как ее называют, к нашей кривой. Ничего, неплохо, как она будет смотреться. Так, если 0 на нампаде, в обжиг мод выбираем нашу заднюю вот эту часть, ну, как камеру, Shift-F в сочетании клавиш. Опять же, как это все дело настраивается, чтобы вот так вот можно было регулировать камерой, ролик будет в описании. Ну, так вот где-то ставим. И теперь, получается, с первого кадра, вот он пошел. Shift-F Ну, тут надо уже будет, конечно, опять же, подгадывать вот эти все кручения. А ну-ка. Ну, так она уже смотрится. Чем она по куру идет, вы полностью уже будете прописываться, значит, под эту вот локацию. И будет все нормально. Не так уж тут все и долго. Где-то за часа два можно раскидать блокинг, чисто один блок, прогнать машину по всей территории, ну, по всему пути. И, значит, где уже будут повороты, там, где вы будете делать вот этот вот занос, можно сделать занос, значит, однообразным. И вот эти кадры просто вписывать в те моменты, где он заходит там в поворот. Все. Делов-то. Ну, в принципе, что, нормально. Еще, если дописать чуть-чуть движение камеры, потом, допустим, вот камеру выбираем. где она тут. Shift-F. И, допустим, он уходит на занос, а вы раз, так, допустим, ну, где-то чуть-чуть его, значит, продублировали. Вот так. Раз, камеру выровнять. Локрот. И здесь на первом уже по другому камеру, допустим, выставить. Вот отсюда смотрит, допустим. Во, уже еще интереснее, веселее, когда камера движется. Если какие-то косяки у вас будут, в принципе, они будут не видны. Зато у вас должны крутиться полностью значит колеса. Ну, само собой, если будете вот с такого ракурса делать, лучше, чтобы поворот колеса все-таки был виден. Ну, а если нет, просто помертвой пускайте, ну, вот эти вот делайте именно приколюхи, вот эти раз, чтобы камера вписывалась, чтобы сама машина там писалась, будет вообще прикольно. Так, ну, и расстояние, в принципе, сколько вот она проходит, до 30 кадров, 30 кадров, вот такой вот поворот. Считаем. Семерка на нампаде. 60, 90 он уже в повороте, 120, потом у него выходит 150, 200, ну, где-то, да, 400, 500 кадров, так вы можете в любую, ну, в любой заезжать, по-разному здесь мотаться. Все будет прикольно. Вот так. Ну, вот такая, словом, информация. Не задалось у меня, значит, с привязкой и показывает, как это красиво все уходит. Если что-то хочешь сделать, делай это сам. Тогда лучше вставляем свой риг, не маемся, вот этим значит, гемором. Вот. Так. Ссылка на риг, как сделать полностью на машину свой риг, на мотоцикл свой риг, это раньше я показывал где-то года два назад, может, два с половиной. гонка. Ну и последние вот эти значит, ролики, в которых можно взять информацию и просто сделать нормальную гонку с нормальными переходами, с нормальными вот этими заворотами, и она будет веселее и радостнее. Вот, гляньте, как она заходит уже раз, еще поставить какие-то детали, да тут заиграет. Ну, можно не делать такую большую значит, дистанцию, вот, ну, пустить его по малому кругу, допустим, вот он пошел, дорисовать тут где-то вот, вот, смотрите, давайте посмотрим сразу, выберем, допустим, вот эту нашу карту, и что делаем, заходим в текстуру Paint, F, английская, уменьшаем нашу вот эту кисточку, размер, делаем S, так, ага, пардонте, переключаемся, тук-тук-тук, что у нас тут, так, N панель закрою, как, патья, пардонте, уменьшено, ну, здесь хорошо бы еще значит художником побыть, и где-то значит притянить, потемнее сделать S, английская, здесь вот поменьше можно вот эту штуку сделать, и все это дело поднарисовать, вот так вот, я потом попробую вот эту все-таки трассу переделать, значит сделать под асфальт, потом покажу вам, что получится, вот она еще коричневая какая-то земляная дорога, вот ее еще можно использовать, так, текстура тут не сильно, видите, изогнута есть, вот такие можно карты самому делать, находите значит вот эти вот ландшафты, рисуете, вот так, потом вот этот ландшафт главное нарисовать, вот, сделать скриншот, ну лучше делать или в фотошопе или в зебраж, здесь навряд и получится, а потом просто на план наложить, и будет меньше полигонаж и можно добавить бугристость тоже, но уже будет все это дело попроще выглядеть, так, ну вот у вас появилась еще одна краса, ну рисует тут сетка значит, да, вон, койдовая, уменьшал я полигонаж, слишком много полигонов было, и лучше, конечно, такое можно самому сделать, выберем какой цвет еще S, допустим где-то потемнее цвет отсюда же возьмем, вот у нас получается здесь уже потемнее, сглаживаем этот поворот, ну чтобы не выделялся, да, вот, кисточку поменьше, побольше, но это рисовать надо вот, и вот пускаем уже вот по этому короткому пути, тогда анимацию вообще не надо делать на все вот эти длинные, а можно добавить побольше здесь поворотов и погонять ее тут на 4, на 5 вариантов значит, да, потом все это объединить будет в принципе хорошо, так, все, всем пока, до свидания, вот такой результат значит у меня он вот такой Продолжение следует...